Дорогие участники группы Сплин, скажите, как Вы Считаете? Нужно ли в жизни попробовать все? Опа! Нет, ну, все вряд ли удастся попробовать, потому что есть яды. Они невкусные. Мне кажется, в жизни все должно быть необходимое и достаточное количество. Должно быть мало, но не должно быть много. Так, чтобы жить и не задумываться ни о чем. По-моему, вот это идеальное состояние. Ну, разумеется, нет. Вот и все. Потому что есть вещи, которые ведут к необратимым последствиям. Поэтому мне кажется, что можно пробовать только то, что можно потом исправить. Ну, наверное, да. Кому что хочется. Кому-то хочется все испытать. Бывает, конечно, опасно. Так что надо держать себя в руках, мне кажется. Я советую всем, настоятельно рекомендую не пробовать в жизни все. Так можно дольше прожить, мне кажется. Не согласен с этим. Вы уж извините. Нет. Считаю, что нет. Бензин пробовать не надо. Это не очень круто. Хотя я пробовал здесь. Отвратительно. Очень плохо. Здравствуйте, господа. У меня вопрос адресованный к каждому из вас. Вы очень много путешествуете, бываете в разных странах и городах. Скажите, пожалуйста, на каких музыкальных инструментах экзотических вам доводилось поиграть? Возможно, они появились у вас в домашней коллекции. И тогда как часто вы на них играете сейчас? Либо же они служат просто элементами декора. Спасибо. Мы играли на всем, на чем возможно. Но самое приятное – обнаружить где-нибудь в углу какого-нибудь кафе, какой-нибудь там пыльный контрабас, который сразу извлекается оттуда. У него там полторы струны вместо четырех. Но все равно на нем все играют. И это самые классные моменты. Значит, купил в орган в музыкальном магазине в Амстердаме. Привез домой. Начал на нем играть. И оказалось, что у него очень короткий срок жизни. Выяснилось, что в Питере есть магазин, где огромное количество варганов. И я там купил себе пять штук. И пытался записывать его во всех песнях, которые мы записывали. Но ни в одной из них, к сожалению, так он в результате в конечную запись и не попал. Ну, честно говоря, есть, да, такой инструмент. Но он ни в какой... Попался не в экзотической стороне, я попался, на самом деле, совершенно случайно в магазине музыкальном. Да, пошел за струнами и увидел такую маленькую четырехструнную гитарку. Укулеле? Укулеле, да. Ну и все очень увлекло. И даже концерты поигрывал. Вот так получилось. С инструментом интересным. Где-то в Камбодже я играл на каких-то очень прикольных барабанах, но не купил их почему-то. Потому что они большие были, их было трудно везти домой. Ударят там барабаны какие-то, ну, перкуссионные инструменты. Это интересно, но минуты три-четыре занимают. А потом мы, как правило, это все теряем, не довозим до дома. Какие-то специальные вещи, если что-то нравится, ну, бывает. Вот у меня есть дома такая лягушка, знаешь, и по ней палочкой так. Здравствуйте, уважаемая группа Сплин. Меня зовут Юля. Я из Украины, в городе Днепропетровск. И у меня к вам есть такой вопрос. Какие современные коллективы или исполнители вам нравятся и с кем бы вы хотели записать общую песню или совместно работать? Спасибо за внимание. Я смотрю в Днепропетровске, все друг к другу родственники, все друг на друга похожи, ужасно. Нравится огромная масса исполнителей, потому что у нас вкусы разнообразные в группе. Они в чем-то сходятся, в чем-то расходятся. Если так все сейчас записать на бумажке в компьютере, там тысячи имен получится сразу. Вот. Но я не знаю, в нашей жизни, если дуэты случались, они случались случайно. Вот все сделано за один день, там, за ночь, за вечер. Вот мгновенно, без всяких просчетов, расчетов, там, вот из какого-то там обыкновенного желания что-то сделать вот прямо сейчас вместе, там. Ну, это даже, не знаю, мне это не с кем петь. Ну, вообще говоря, вкусы у всех участников коллектива очень разные. И в этом смысле у каждого, конечно, есть свои кумиры, свои приоритеты. Мне довольно сложно что-то представить такое, сыгранное и спетое вместе с кем-то. Но такие вещи обычно происходят достаточно спонтанно. То есть еще с утра ты не думал, что вечером у тебя уже с кем-то будет, скажем, дуэт. То есть, возможно, это дело случая. И, скорее всего, если это будет, это будет что-то, видимо, неожиданное, даже для тех, кто в это вписался. Ну, общая песня, это трудно захотеть с кем-то сделать. Это же должно получиться само собой, на самом деле. В нашем случае, мне кажется, что это должно произойти спонтанно. То есть, были какие-то дуэты, да? И вот это вот все было совершенно случайно, разрулено как-то. То есть, сегодня решили, завтра сделали. А так, чтобы планировать это, вряд ли, наверное, такие мысли появлялись. А вообще, современной музыки очень много чего хорошего есть. Вот, например, «Пулюса» отличную пластинку выпустили. Мне очень нравится группа «Пулюса». «Море и корабли» отличная группа, но, правда, я в ней тоже играю. Не получится ее пререкламировать. Мне конкретно нравится много украинских коллективов. Ну, я в силу того, что как-то давно с этим сталкивался. Там, грузовики, там, не знаю, «Бомбокс». Вот такие голосистые ребята. Но чтобы как-то, что-то я не очень верю, что может быть совместный проект. Это довольно разная музыка. И совместный проект – это для Ирины Аллегровича что-то такие какие-то истории. В принципе, ты против вот этого сообщения? Ты не против. Я просто не готов. Ну да. Здравствуйте. Меня зовут Полина. Я из Днепропетровска. У меня к вам вопрос. Что для вас значит ваша семья? И как много времени вы с ней проводите? Это самое. Не, я говорю. В Днепропетровске все там братья и сестры. Семья, мне кажется, это самое главное для человека. Это важнее, чем работа. Важнее, чем что бы то ни было. И я счастлив, что у меня большая семья. И есть на кого опереться. Собственно, да. Мир состоит из двух половин, наверное. Из группы и семьи. Но обе половины – это как фронт и тыл. Это очень важные вещи. И то, и другое. Ну, много, конечно, значит на времени. Конечно. Мне достаточно уделяется. Семья, значит, для меня лично все на самом деле. И все свое свободное время я провожу со своей семьей. И со своими друзьями. И с семьей. Обычно это все совпадает. Привет из Астрахани. Я Лия Альмяшева. И я безумно люблю вашу группу. Во время концерта в Астрахани я подарила вам портрет. И мне интересно узнать, понравился ли он вам. Какие еще подарки делают вам ваши поклонники? И какой из них был самым незабываемым? Спасибо за внимание. Жду ответа. И всего вам хорошего. Ну да. Все портреты сохраняются у нас. В Эрмитаже есть своя галерейка. Куда мы их сносим, выставляем. Миллионы японских туристов имеют возможность этих лицезреть. Дарят самые разнообразнейшие вещи. Сувениры, игрушки, рисунки, портреты, фотографии. То есть, весь народный промысел. Все необычно. Необычно получить подарок, да. Тоже непонятно, за что, на каких основаниях. Ну, приятно. Подарки бывают, да, самые разные, экзотические. Совсем недавно нам подарили это опеление индейца. Я не знаю, как это называется. Ну, вот, на день рождения одному из участников группы. Ну, в основном, Сашка их получает, эти подарки. И иногда мы не успеваем просто увидеть, что это было. Мне подарили какую-то сектантскую книжку с пожеланием духовного просвещения. Ну, я попытался, конечно. Может, как-то просветление. Было просветление? Да. Пейся, ребята! Здравствуйте, многоважаемая, любимая, всеми нами, группа Сплин. Хотелось бы вас поинтересоваться, как вы относитесь к тому, что на вашей песне делают каверы, причем далеко не самые удачные. Заодно хотелось бы узнать, какую музыку слышит каждый из вас. Спасибо, жду ответа. Кавер можно услышать где угодно, там, в переходе и так далее. Если все это отслеживать, может с ума сойти. Поэтому никто на это не обращает внимания вообще. Ну, как-то вообще отмечалось, что песня, она начинает жить уже своей жизнью после того, как она родилась и была представлена публике. И дальше уже никто не властен над ее судьбой. Вот. В этом смысле, если делают каверы на здоровье, если это не очень удачные каверы, ну что ж, поначалу никогда, не всегда получается хорошо. То есть можно на чем-то тренироваться. Тренироваться надо сразу на хороших песнях, я считаю. Каверы прекрасно возгодило, это клево. Ну, бывает неудачное, что сделаешь у кого насколько хватает таланта, там, я не знаю, способностей, а так, это должно быть прикольно. Я, правда, не вспомню ничего такого выдающегося, но в любом случае это хорошо, конечно. Каверы, на самом деле, я очень мало слышал каверов на нас. И из известных групп, мне кажется, только одна группа сделала группу Джанейр. Сделали недавно каверы на песню «Весь этот бред». Вот вроде ничего, такой кавер получился, да. Кавер, ну это же абсолютно нормально. Если человеку хочется, если он думает, что он может по-другому исполнить, ради бога, иногда это даже очень интересно. Я в детстве тоже играл каверы на всякие в любимые мне группы. Да и сейчас периодически пытаюсь. Так что это нормально. А по поводу музыки, которую мы слушаем, все слушают разную музыку. Я не знаю, там, ну, много, ну, рок слушал, сейчас не могу, это тяжело, на самом деле. Во-первых, во-вторых, дома не включить, ну, можно и получить. А слушаю, ну, что, мне нравятся этнические всякие, там, ансамбли, арабские, например, там, Северная Африка, такого плана. Ну, очень немного. В основном в машине, когда один. Ни одной пластиночки нет. Слушаю его радио «Эхо Москвы», потому что там нет музыки. Здравствуйте. Один из самых значительных писателей 20 века, Марсель Пруст, на вопрос, какой способностью вы бы хотели обладать, ответил. Сила воли и умение очаровывать. А как бы вы ответили на подобный вопрос? Спасибо. Не, ну, ладно, там, особенности Марселя Пруста всем хорошо известны. Это, что давным-давно объект насмешек, там, на западе, в Лондоне и так далее. Да, больше хочется покоя, чем, там, победы или поражения. Вот, мне нравится состояние покоя. У меня мечта, чтобы при моей жизни изобрели телепорт. Вот хочу уметь телепортироваться. Я ненавижу транспорт и все, с инцизмом. Это самая моя, как бы, заветная мечта. Телепортатор. Чтобы ты зашел, тебя там, на молекулы распылили и собрали где-то, где тебе надо. Ну, не знаю, да. Наверное, способностью сконцентрироваться максимально на каких-то задачах. Не всегда, да, не всегда получается совладать со своими эмоциями. Нет, это не мечтало так, честно говоря. А силоволи неплохо бы иметь. Наверное, да. Это уже точно сверхспособность. Мне кажется, наши суперспособности и есть в том, что мы можем собираться вместе, делать какую-то музыку, которая нравится людям. Мне кажется, она и есть у нас, эта суперспособность. Так что, в общем, это самое главное. Самая большая суперспособность, которую я хотел бы не потерять. Доброго времени суток. Александр, у меня вопрос к вам. В лихие 90-е годы бытовало такое мнение в определенных кругах, что любое дело, в любом деле, очень важно вовремя соскочить. И посему у меня такой вопрос вопрос к вам. Когда артист должен, ну или даже, скорее, обязан уйти со сцены? Спасибо. Наоборот, из 90-х мы знаем, что соскочить-то невозможно как раз. И когда этот срок наступает, для кого, когда надо уходить, это тоже неизвестно. Поэтому, когда я на своей шкуре все это пройду, я обязательно поделюсь опытом. Пока у меня просто нет опыта. Привет. У меня вопрос к Александру. В интернете ходят слухи, что вы вегетарианец или им были. Уточните из первых вы справдали ли это? Почему встали им? Почему отказались от этого? У меня был такой период в жизни, да, многие через это проходят. Просто было любопытно, что это такое, да, жизнь без мяса и так далее. Выяснилось, что ничем они друг от друга, эти жизни не отличаются, что с мясом, что без мяса. И ставить над собой эксперименты больше не охота. И еще один вопрос. Как вы получаете сигналы с космоса? Получить обманом зрения с помощью 25-го кадра во время раздвоения личностей или их посылает фонарь под глазом новых людей? Спасибо за внимание. И все это задает человек на фоне фиолетовых пальм там вот такие вот. Двойное изображение. И вот так вот все это выглядит со стороны. Сама эта формулировка сигналы с космоса, это, конечно, все из научно-фантастической литературы. Но, по сути, под ней понимается только одно – это вдохновение. Это, да, этот термин к науке не имеет никакого отношения. Это романтизм сплошной. Просто романтизм вот через физические термины как-то там передается, зашифровывается. А по сути, одно – вдохновение. Здравствуйте. Меня зовут Гульнас. У меня вопрос к Саше. Мы болеем за один и тот же клуб. Кто, кроме «Зенита», может занять место в вашем сердце? Хоть ненадолго? Нет, там навалом место. Там много кто вмещается. Но вообще, да, самое зрелищное – это английский футбол. То ли у них стадионы такие, то ли они так вот картинку снимают с поля. Такие камеры и экраны там у них, что вот смотреть – это просто феерия. Любой матч премьер-лиги – это всегда такое шоу, которое никогда неизвестно, чем закончится. Привет, группа «Сплин». У меня вопрос к Саше Васильеву. Все знают вашу песню про девочку с необыкновенными глазами. Скажите, пожалуйста, существует ли она на самом деле, эта девочка с глазами из самого синего лета? Очень рад, что в жизни достаточно часто приходится сталкиваться там глазами в глаза с умными людьми. У них всегда особый взгляд. Внимательный, пронзительный, там все понимающий. И так далее. То есть это не про конкретно? Не конкретно, да. Здравствуйте, группа «Сплин». Меня зовут Анастасия. Вопрос к Александру Васильеву. На юбилейном концерте группы «Калинов мост» вы исполнили кавер-версию песни «Негожи». Чем был обусловлен этот выбор? Ведь песня с достаточно сложным текстом. А в своих интервью вы неоднократно говорили, что писать надо как можно просто и увлекательно. Тогда это будет понятно всем. То же самое можно сказать и про «Маяк» Маяковского, и про «Петербургскую свадьбу» Башлачева. Песня с достаточно сложными текстами. А вы стараетесь писать проще, и понятнее? Спасибо. Вот все, что девушка перечислила, на самом деле написано очень простым языком. Как ни странно. И «Маяк», и текст Башлачева, несмотря на то, что они длинные, объемные, у них много стров, у них очень длинная строка, там много слогов. При этом само построение предложений очень простое. По поводу Ревякина, конечно, это самый сложный случай действительно у всех, но тем не менее и у него очень простой текст. Просто да, у него использованы какие-то там вот корневые такие вещи фонетические, когда он свои слова придумывает именно под звук. Ему нужен определенный звук в этом месте, и он придумывает вокруг этого звука слова со своими окончаниями. Так мало кто делал, по сути дела, кроме Хлебникова, никто не делал. Вот чем Ревякин, собственно, и уникален, тем более, что он явно не дерет с Хлебникова, а вот у него вот такая вот своя собственная сибирская традиция. У них же в лексике там масса своих нюансов. Вот, но он все равно извлек из этого и сделал свою систему еще. Он уникальный. Тем не менее, текст у него все равно простой, потому что он запоминается именно фонетически. Потому что, если песня там набирает обороты, начинает раскачиваться, становится громче, у него и звуки становятся громче. Если тише, то тише, то как-то все очень логично. Если нужны согласия, у него идут там согласные, там глухие, рычащие. Если нужно тянуть, появляются гласные. Вот, у него все очень правильно устроено. В общем, гений человека и есть. Здравствуйте, Александр Георгиевич. Меня зовут Таня. И у меня к вам такой вопрос. Как вы считаете, прав ли был классик, когда сказал «Можешь не писать, не пиши». И могли бы вы не писать. Спасибо. Пока. У меня нет такого, что я сажусь писать там песни или работаю на чем-нибудь. Не, я просто живу, а песни сами приходят ко мне. Поэтому передо мной такой вопрос и не стоит. Я никогда не пишу специально. если бы вы стали президентом на Админезею, что бы вы сделали по стране в первую очередь? И для какой? И для какой страны? Я бы сдвинул территорию страны южнее, сильно южнее. Поближе вот к Средиземному морю, красному морю, какими-то мирными тектоническими усилиями. Опять же, решились бы многие наши проблемы и там и бытовые, и государственные, и личные, и так далее. Просто была бы хорошая погода, или это бы круглый год. вот такая бы производительность труда была бы. Вот такая. У вас есть замечательный альбом «Сигнал из космоса». А вы бы хотели побывать в космосе? Если да, то на какой планете или звезде? Спасибо. Не, ну а чего? 21 век. Вообще, информация об этом иногда всплывает в прессе, что вот-вот начнутся коммерческие рейсы в космос. Пусть там, да, допробные рейсы были сделаны, да. И что стоит, это будет не так дорого, надо просто продать там квартиру, дачу, машину, яхту, велосипед, там, и шорты, почку, да. И можно будет солетать в космос. Но, пусть это небольшая высота, пусть это небольшая продолжительность полета, но все равно, да, раз в жизни я бы с удовольствием это испытал. Состояние невесомости именно там, не здесь. в условиях приближенных, а именно там. Мне кажется, невесомость, это какая-то неизведанная степень свободы, потому что вот притяжение, именно сам физический термин, земное притяжение, мне кажется, и является источником всех наших бед, плохих настроений, плохого самочувствия, и смерти в конечном итоге в том числе. И избавиться от него хоть там на несколько минут, мне кажется, это интересный опыт и величайшее счастье. У меня вопрос к Николаю, вопрос музыкально-медицинский. Термин воксом можно ввести в транс? Ну, я думаю, что в транс можно ввести любым, в общем-то, предметом, главное, так сказать, в каком контексте этот предмет будет использоваться. Любой звук в принципе способен активно воздействовать на человека. Причем, если можно закрыть глаза, чтобы не смотреть, то закрыть уши гораздо проблематичнее. Здравствуй, группа «Спир». Меня зовут Анастасия. Вопрос к Николаю Ростовскому. Вы, так же, как и Александр Васильев, в группе с 1994 года за небольшим исключением. Что объясняет такое постоянство? Вы не любите перемен? Вас всегда и все устраивало в группе «Сплин». Вы слишком разные или, наоборот, слишком похожи с Александром, чтобы так долго играть вместе? Спасибо. Не, ну, в чем-то самым главным, наверное, мы похожи. Безусловно, есть и полярные взгляды на некоторые вещи, но это тоже хорошо, потому что, если люди полностью совпадают, то им бывает часто даже не о чем поговорить. Вот. Что касается группы, ну, не знаю, да, для меня это как-то вот так вот, когда это все началось, стало вдруг делом всей жизни в какой-то момент. и с самого начала были очень сильные эмоции. Вот. И Сашкины песни обладают, безусловно, таким магнетизмом, который преодолелся выше моих сил. Я бы сказал так. Вот. Ну, всякое бывало, конечно, за почти 20 лет, но в целом то, что мы до сих пор вместе, говорит о том, что мы не просто так вместе. Наверное, есть что-то действительно серьезное, что нас объединяет в течение всего этого времени. Привет! Меня зовут Алена, город Екатеринбург. У меня вопрос к Диме. Дим, как ты любишь проводить свой отпуск? Где-нибудь в горах что-нибудь связанное со снегом или пляжный отдых? Подержится на солнышке, что-то такое? Я люблю море, честно говоря. Снег ненавидел до последнего времени, пока в этом году что-то стало на лыжах кататься. И это просто для меня это в дикоинг, лыжи, коньки там. В детстве и не приходилось. А тут, оказывается, это довольно увлекательно. Зимой, на лыжах, летом, на пляжах. Вот так. Ну, вот в Таиланд, например, я не могу себя заставить поехать. Зимой что-то не в том. Мне кажется. Хотя все советуют. Здравствуйте, Дмитрий. Я знаю, что вы родились в Севастополе. Как часто вы бываете на своей малой родине? И какие чувства испытываете, приехав сюда после длительного отсутствия? Какое радостное. место знакомое, согласен. Ну, да, я родился в Севастополе, действительно, в районе под названием Камыши. И вот, собственно, район этот, считаю, своей малой родиной, к городу отношусь не очень. Люблю, потому что каждый раз, когда я приезжаю последние 15 лет, там все хуже и хуже, к сожалению. Но это мое субъективное восприятие, потому что там прошло мое детство, и как бы, а я старше и старше, понимаешь, и детство дальше и дальше. А так, ну, как я отношусь? Я, там, снится иногда, бывает, конечно. А сейчас приезжаешь, идешь, знаешь, где в детстве, там, за крабами ползал, а там забор, колючая проволока, еще маслом полито, чтобы не пробрался никто. Частные какие-то? Ну, видимо, я не знаю, что это значит, это отвратительно. Так, ну, вот так. А часто ездишь? Ну, два года не было последних, сильно расстроился последний раз. Но придется, у меня нет детей туда возить, там же все-таки бабушка, девушка. Премию «Сюрреализм 21 века» я бы вручил нашему правительству и президенту, потому что, я думаю, что тут даже какие-то комментарии просто излишни. Премию «Сюрреализм 21 века» я бы вручил депутату Милонову. Чего? За все предложения, которые он высказывает и за все то, что он делает в нашем городе Петербурге, мне кажется, это удивительно нелепо и сюрреалистично. Премию «Сюрреализм 21 века» я бы вручил Алексею Мещерякову, потому что это самое безбашенное существо, которое я вообще видел в жизни. По-настоящему меня все время цепляют исключительно вещи, которые происходят в политике. Это настолько яркие события, что они затмевают собой просто все остальное совершено. Отлично. Музыка будущего это предельно простая музыка с минимумом обработок. Natural, так сказать. Вот самое, что ни на есть, вот чистые звуки. Мне кажется, в этом как раз и есть музыка будущего. Мне кажется, это то, к чему это стоит стремиться. Это «Нойс». Тишина. Самолет или поезд? Самолет. Потому что быстрее просто. Поезд. Почему? спокойствие. Книга, которую невозможно прочитать. Я знаю такую. Инструкция к электронным барабанам. Вот я не смог ее прочитать. За последнюю неделю я ее открывал каждый день. На русском? На английском, но все равно это неважно. Ее невозможно прочитать. Абсолютное зло это хоккей на траве. По-любому. Я с таким не сталкивался. Это в «Человеке-пауке» вот этот второй чувак. По-моему, самое зло. Из последнего, что я видел. «Человеке-пауке» 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 Продолжение следует...